62 школьника более чем из 20 районов Псковской области приехали в Великие Луки, чтобы посоревноваться в спортивном многоборье, а также показать свои теоретические знания. Участников Олимпиады горячо приветствовал ректор Волгавк Вячеслав Шляхтов, который пожелал ребятам справиться со своим волнением и показать все, на что они способны. Мы всегда рады вас, уважаемые учащиеся, уважаемые учителя физической культуры, видеть здесь, потому что мы понимаем, что вы – это наше будущее. И сегодня здесь представлены лучшие учащиеся своих образовательных учреждений, лучшие учащиеся своих районов и своих городов. Вы уже победитель, я вас с этим поздравляю. От лица администрации города с открытием Олимпиады школьников поздравил заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту Александр Гавриленко. Один барьер вы уже перешагнули, вы уже приехали на региональный этап, то есть стали победителями своих муниципальных этапов. Поэтому трудитесь, 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 чтобы набрать как можно больше баллов и больше представителей было на всероссийском этапе, на всероссийском, на всероссийской Олимпиаде. Желаю вам удачи, добрый путь. Много теплых слов было сказано в этот день и в адрес самого учебного спортивного комплекса «Лугавк», который спустя многие Олимпиады не теряет своего уровня. То, что Великолуцкая Академия позволяет нам проводить эту Олимпиаду на своей спортивной базе, это тоже большой подарок для наших ребят. Потому что они соревнуются в различных номинациях, в прекрасных спортивных залах, игровых, гимнастических, лекатлетических. И это оставляет хороший, потом положительный эмоциональный след в их сознании. Парад открытия спровождался традиционным поднятием флага под звуки гимна нашей страны. Олимпиада, которая проходила три дня, включала в себя теоретическую часть из тестовых заданий. И практическую, в которой учащиеся соревновались в четырех видах школьной программы – гимнастика, легкая атлетика, футбол и баскетбол. По общим итогам, среди девушек на высшую ступень пьедестала поднялась великолучанка Ольга Яковлева, которая в упорной борьбе набрала 137,4 балла. В Олимпиаде я участвую третий год. Очень приятно, когда показываешь результаты, что ты оправдываешь все надежды, все старания своих тренеров, что они вкладывают свои силы, свое время в нас не напрасно. Тренировки у нас проходят на протяжении всего года. Готовимся серьезно. Приятно после таких тренировок показывать результаты. Кроме того, Ольга была отмечена также дипломом лауреата федеральной премии «Одаренная молодежь», так как в прошлом году стала призером Всероссийской олимпиады по физической культуре. Лучшим из юношей с суммой баллов 118 стал представитель города Великие Луки Владислав Кудрявцев. Очень долго готовились к этой олимпиаде. И за эти три дня она не вернулась в себя так, что сейчас особо радоваться не хочется. Как бы доволен, да. Но я думаю, эмоции проявятся чуть попозже. Еще особо не осознал, что занял первое место. В целом все участники олимпиады показали очень высокий уровень спортивной подготовки. А также продемонстрировали хорошее знание предмета. Это уже 15-я олимпиада по предмету физическая культура. И с каждым годом она проходит все лучше, лучше и лучше. И дети приезжают с каждым годом сильнее, активнее. И по теории они с каждым годом все подготовленнее и выше. То есть уровень конкуренции среди детей, среди школьников растет от года к году. Добавим, что эта олимпиада в Великих Луках является заключительным этапом областных соревнований, после которых победители отправятся отстаивать спортивную честь своего региона на Всероссийскую олимпиаду в Якутске. Продолжение следует...